Дорогие мои, сегодня о чем бы я хотел с вами поговорить. Я бы хотела поговорить об очень такой вот известной процедуре, называемом ботокс. Очень много мифов о ботоксе, очень много страшных историй о ботоксе, так ли он страшен на самом деле. Давайте поговорим о том, как вообще появился ботокс и что это такое. Ботокс это ботулотоксин, да, вы правы. Когда мы говорим токсин, токсин это яд и естественно он должен нас пугать. На самом деле я считаю, что ботокс является самым великим открытием в косметологии. После ботокса ни одно открытие меня так не, скажем так, так не поразило. Почему? Потому что после ботокса были, значит, другие процедуры, но ни одна процедура не дает нам такого эффекта, как ботокс. Как давно появился ботокс и где его используют? И с какого возраста его можно применять? Какой вред он наносит? Наносит ли он вред? Вот об этом я бы хотела поговорить. На самом деле ботулотоксин известен еще очень давно. Вначале его использовали как, скажем так, как миорелаксант, да, он тоже расслабляет мышцы. Его можно использовать, оказывается, с двух лет детям с ДЦП, то есть дети, у которых, то есть паралич, детский церебральный паралич. Можно использовать этот препарат с двух лет для того, чтобы расслаблять мышцы и для того, чтобы уменьшить скованность движения, да, у детей. Затем ботокс можно использовать, как вообще начали использовать ботокс на лицо? Оказывается, впервые ботокс был проведен, значит, при лечении косоглазия его использовали, и немного ботокса было сделано подкожно. И врач через определенный момент заметил вот такое особенность, что мышцы вокруг глаз начали разглаживаться. И официально с 2002 года ботокс начал использоваться в косметологии. Значит, ботокс используется не только для лечения, допустим, для того, как косметическая процедура. У меня очень много пациентов, которые делают ботокс в лечении мигрени. Вы знаете, что мигрень – это вот такая болезнь, от которой практически нет лечения, да, то есть мы можем использовать различные препараты, которые убирают боль, но как таковы эти приступы повторяются, да, время от времени. Так вот, процедура ботокса практически на 80% уменьшает приступы мигрени, если мы делаем их в определенной последовательности. Допустим, вы делаете процедуру ботокса, допустим, сделали его, через 4 месяца вы повторяете процедуру, и через 8 месяцев вы делаете третью процедуру. И с каждой процедурой вы видите, что эффект и, значит, как бы повторение, как бы приступов мигрени все меньше и меньше. Затем, где еще мы можем использовать ботокс? То есть мы ботоксом убираем не только морщины, мы можем уменьшать овал лица, то есть есть девочки, у которых очень тяжелая нижняя челюсть, да, допустим, да. Что мы делаем? Мы, используя вот у токсин вот нижнюю треть лица, уменьшаем овал лица. Затем мы при помощи ботокса мы можем поднять брылки, то есть если имеется провислость в области, допустим, скажем так, третья лица, при помощи, как бы, скажем, процедуры нефретити мы разглаживаем морщины и в области шеи, и в области, как бы, нижней третьей лица. Поэтому по мне так, ботокс – это чудесная процедура, и ее можно делать практически с любого возраста, только лишь были показания. То есть если есть показания, мы можем делать ботокс и в 25 лет, и в 28 лет, а если нет показаний, то нет смысла ее делать и в 40 тоже. Поэтому, девочки, всем желаю быть красивыми. Обращайтесь в наш центр.